Дворец спорта Янтарный Дворец спорта Янтарный Подпевай Я буду верить Лишь чистоту этих Искренних слез Ну и собственно всем женщинам тоже можно адресовать Этот маленький фрагмент Новогодней песни Талант Кстати, друзья Если вдруг вы по каким-то причинам не знаете, если вы по каким-то причинам не заходили на официальный сайт cskbasket.com, то я вам могу сказать, что у Жени Сиды родился второй ребенок. Случилось это в 4.45 утра 1 января. Жена подарила второго малыша по имени Дани. Спасибо большое тебе, любимый. Благодарю тебя в прямом эфире. Спасибо всем большое за поздравления. Актер, режиссер, музыкант. Я могу, конечно, напечатать Евгений Гришковец. С Новым годом. Здравствуйте. На первый матч CSKA Милана я не успел, потому что летел в самолете. Я очень переживал по этому поводу. Для меня всегда баскетбол был откуда-то из Америки. Откуда-то красота, какой-то Голливуд, что-то недоступное. Баскетбол я смотрел точно так же, как какие-то американские фильмы. А сейчас вот это происходит у меня дома в Калининграде. Сейчас на матче будет мой сын, моя жена, мои друзья. И это просто попасть внутрь голливудской истории какой-то. Это чудо. У вас есть легендарная вечеринка. Да. Ой, это я всем хочу посоветовать. А мы придумали, что новогодняя вечеринка основная у нас начинается в 6 часов 1 января. Похмельная вечеринка. То есть на это варится солянка. И как раз наш губернатор всегда варит солянку. Потому что он фантастически его варит. В прошлом году у нас были друзья из Англии, которые приехали. А кто этот молодой человек? Это наш губернатор. Мы не понимаем, что такое губернатор. Это руководитель нашего правительства. А что он делает? Он раздает людям суп. Потому что людям потребный суп 1 числа. А это какое-то альтернативное правительство. Самая красивая в мире команда. Женская. Вы видели, какие они? А у нас, насколько я знаю, сейчас девушки уже пришли. И готовы здесь вас даже сменить и показаться всему миру. Нет, я боюсь упасть в оба. Баскетболистки. Локомотивы. Кто? Я сказал, баскетболистки. А потому что мы играем в баскетбол, а я сказал, поэтому баскетболистки. Конечно же, волейбольные девушки у нас здесь. Вы только что о вас так рекламировали с Евгением Гришковцом. Он говорил, что сейчас в обморок упал, наверное, да, там в обморок. Волейбольный локомотив в нашей студии. Валерия Зайцева и Виктория Горбачева. С Новым годом! Вас как вы отмечали? В Калининграде я отмечала, с друзьями. А я дома в Санкт-Петербурге. С родными, ну и с друзьями тоже. Вы носили колпаки, вот такие прекрасные блестяшки? Нет, у нас были свои украшения. Как вам дворец Янтарный? Потому что вы здесь привыкли, что волейбольная сетка, другое покрытие. Как вам, нравится? Нам всегда наш зал нравится. Да? Да. То есть вы вот сейчас не ревнуете? Очень ревнуем. Все-таки есть такое? Конечно. Владимир пишет, как я люблю больших девочек. Высоких, а не больших. Ну, написано больших. Мы маленькие, худенькие. Спасибо за такой хороший эфир. Люблю вас смотреть. Это только из-за вас. Когда я веду его, никто мне такого не пишет, чтобы вы понимали. В среднем нас, кстати, смотрят за один эфир примерно 200 тысяч человек. Да, комментарии. Можно наш инстаграм, пожалуйста, вывести на экран. А у нас в студию пожаловал Иван Ухов, защитник ЦСКА. Вань, привет. Всем привет. С Новым годом. С Новым годом, с новым счастьем. Как отмечал? По-домашнему, спокойно. Диету нарушал. Вот девушки сейчас были из волейбольного локомотива. Они сказали, что чуть шампанского, чуть-чуть селедочки под шубой, оливье. В общем, нарушили всю диету. Да, да. Я не исключение. Как бы так же. Оливье, селедка под шубой, все это было. И, конечно же, под речь президента, все остальное. Бокал шампанское под курант. Ну, как полагается. С Новым годом. Спасибо большое. Счастливо. С Новым годом.